Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Яркие вехи уходящего культурного 2019-го. Торжественное закрытие проекта «Брест. Культурная столица Содружества-2019» состоялось. Важный статус областной центр передал казахстанскому городу Шимкенту. Постоянный рост потока туристов может быть обеспечен только при тесном сотрудничестве бизнеса и власти. В Бресте подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве между Палатой туризма Республики Польша и Брестским облсполкомом. А без воды и ни туды и ни сюды можно ли пить водопроводную воду? Все о ее качестве и составе расскажут корреспонденты Бук ТВ. Об этом и многом другом прямо сейчас. Главное событие недели – торжественное закрытие проекта «Брест. Культурная столица Содружества-2019». Важный статус областной центр передал казахстанскому городу Шимкенту, у которой в 2020-м также отметит красивый юбилей 2200 лет. Церемония собрала огромное количество гостей, среди которых не было случайных людей. Каждый из них внес свой вклад в организацию важных для укрепления сотрудничества мероприятий, был их свидетелем и участником. 2019-й для Бреста прошел под знаком культуры. Сколько ярких и интересных праздников искусства получили за это время Брестскую прописку. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на мероприятии, где вместе с гостями вспоминала самые яркие вехи уходящего культурного 2019-го. 2019-й год для областного центра прошел под знаком двух важных событий – тысячелетия культурной столицы Содружества. Такого количества красочных мероприятий в городе не ожидал никто. Настолько ярко и интересно все получилось. Первым аккордом торжеств стала церемония открытия проекта «Культурная столица». Концерт, проходивший в спортивном комплексе «Виктория», удивил и брещан, и гостей Содружества своим масштабом и количеством задействованных ресурсов. Несколько часов действия прошли на одном дыхании и подарили особые впечатления и эмоции. Далее был парад оркестров, карнавал, фестиваль студентов, библиотечная ассамблея, конкурс экслибриса. И это только крупные мероприятия. А сколько локальных встреч принимал областной центр, сколько творческих испытаний прошло под эгидой тысячелетия. Кульминацией масштабного действия стала композиция «Миллениум», где под брызгой фонтанов звучал гимн Бресту, его историей, его достижением, его людям. Этот год культуры в нашей культурной столице, знаете, что привнес? Новые культурные мероприятия не только в Бресте, но и во всей Беларуси. Такого интернационального состава в мероприятиях никогда еще в Бресте не было. И, конечно, более ста мероприятий прошло. Из них впервые очень многие. И мы решили с руководством города, что некоторые мероприятия у нас будут и в дальнейшем. Все это дает возможность нам просто продолжить то, что было доброе между народами Советского Союза, сегодня между народами СНГ. И лучше познавать друг друга, и дружить, и укреплять наши связи не только экономические, не только политические, но и духовные. А это самое главное. Если люди понимают друг друга, если люди доверяют друг другу, я имею в виду разных стран, если они дружат, значит, есть возможность для дальнейшего сотрудничества, для дальнейшего обогащения друг друга. Торжественная церемония передачи статуса культурной столицы собрала большое количество почетных гостей. Их участие в столь важном для культурного пространства СНГ мероприятии подтверждает то, насколько профессионально подошли обрещания к реализации предложенных возможностей. Это был хороший опыт сотрудничества, который дал толчок для развития новых творческих направлений. В торжественной обстановке Александр Рыгачук передал первому заместителю Акима Шемкента Нуртаю Кайрату символическую статуэтку. Теперь добрую культурную традицию продолжит Казахстан. Город готовится, люди радуются. И это такая большая возможность. Еще раз странную часть СНГ, вот обмена истории, культуры, полностью готовится. Хорошие объекты исторические. Брест – это уникальный формат для СНГ с точки зрения узнаваемости, с точки зрения ассоциации нашего города, с точки зрения положения географического нашего города. И мы поставили в культурной составляющей все эти факторы учитывать. Учитывать и использовать при организации новых проектов. Ведь, как отметил со сцены мэр города Александр Рыгачук, для Бреста теперь все только начинается. Кроме того, в рамках закрытия проекта «Бресткультурная столица Содружества» состоялось награждение премии «Содружество дебютов». Ей были удостойны талантливые молодые представители творческой интеллигенции, которые уверены, именно культура позволяет стирать границы между народами. Ведь настоящее искусство не имеет рамок. Я не могу передать те ощущения, которые сейчас я чувствую. Я очень безумно рада. И я хочу поблагодарить пресс-центр культуры, который является благоприятной площадкой, где встречаются народы СНГ и укрепляются связи между нами артистами. И я очень рада. Так как я всегда нахожусь в этой среде культурной, постоянной выставки, все посещаю и все друзья у меня тоже художники, музыканты и актеры, то для меня это привычная среда обитания. И, наверное, лучше со стороны видеть, как все развивается. Для меня это все естественно происходит. Я не могу представить, как это может быть иначе. Но мне кажется, все движется в правильном направлении. Звуки молодежного оркестра СНГ, созданного на базе Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста России Сергея Скрипки, добавили церемонии торжественности и масштабности. Звучала музыка, классическая, народная, понятная без слов, водорожащая сердце и душу. Кто-то из великих сказал, что культура основывается на любви к совершенству. И ведь действительно представители творческой интеллигенции люди целеустремленные, те, кто находятся в постоянном поиске гениального, но при этом доступного для каждого, кто может открыться душой. Целый год город жил в этом удивительном ритме совершенства. Он же останется курсом и на ближайшие десятилетия. В этом сомнения нет ни у кого. Лучшее, что возможно было привезти в этот год, в Брест сюда приехало. И я думаю, что для вашего города, город, безусловно, полон культуры, я сейчас не говорю о святом таком месте, как Брестская крепость, которая тоже, помимо всего прочего, это огромный памятник культуры, историко-культурная память многих народов здесь собралась. Но это и замечательный театр кукол, который известен во всей Европе и на постсоветском пространстве, и замечательный драматический театр, в котором мы находимся, все процессы культурной жизни активизируются, они становятся более динамичными. Я думаю, что мы правильно выбрали Брест, когда определялись тем, какой город будет культурной столицей. В рамках культурной столицы мы позаимствовали уже несколько форматов, которые, даже потеряв этот статус, мы уже, ну, передаю этот статус, мы будем проводить за счет городских, спонсорских и других средств. Культурная жизнь настолько многообразна, что вот этот уникальный статус нам позволил выйти с такого немножко провинциального формата наших праздников. Уверен, что в 2020 году будет не меньше ярких событий, в том числе и по итогам вот этого высокого статуса. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдвард Букуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Представители 18 польских туристических фирм посетили Брестский регион с рекламным туром, который организован с целью привлечения внимания туроператоров к новым маршрутам, созданным в юго-западном регионе Беларуси. Такая возможность появилась после подписания указа номер 300 президентам Беларуси о расширении зоны и продолжительности без виза. Брестские и польские специалисты обсудили тенденцию туристического рынка, возможности увеличения турпотока, вопросы двухсторонних отношений. Также в рамках встречи был подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве между Палатой туризма Республики Польша и Брестским облсполкомом. Три дня визита, насыщенная программой встречи с коллегами, со специалистами смежных отраслей, с чиновниками. Рабочая поездка представителей туристической индустрии Польши получилась насыщенной, многоплановой и продуктивной. Беларусь туристам-полякам интересна, а для Беларуси, для Брещины в частности. Развитие туристического потенциала – задача номер один. Одна из стратегических задач, вы, наверное, об этом тоже знаете, это развитие вот такого туристического продукта Брещины и безвизовый режим, объединение Бреста, Гродненской области, для того, чтобы можно это все, в принципе, работает в этом направлении. Нам есть что показать. Наша пока одна из проблем – то, что о нас мало знают. Да, действительно. О возможностях привлекательности нашего края знают не так уж много, особенно в западных регионах соседнего государства. Но ситуация постепенно нормализуется, и во многом этому поспособствовал указ президента страны о расширении зоны и продолжительности безвиза. С начала года область посетила более 30 тысяч безвизовых туристов. Из них около 70% – граждане Польши. Главное то, что сейчас подписали указ, который объединяет вот эти две туристические зоны. И до этого, да, это была проблема, потому что можно было бы ехать в Брест, можно было бы ехать в Гродно, но это лишние границы. А теперь, когда сделали вот этот классный коридор, и мало того, что добавили еще Гродно, то есть можно с Бреста попасть в Гродно, можно даже, в принципе, закончить и в Вильнюсе. Заинтересованность видна такая, не показная именно, а то, что люди интересуются, спрашивают, помимо протокола задают очень много таких вопросов. Вот, и интересуются и регионами, и объединением этих двух зон. И, ну, как бы, в принципе, мы даже сами не ожидали, что будет такой интерес. Для туристик... Очень важно, что как раз вот это развивается безвизовое движение, когда можно приехать на основании ваучера и путешествовать по безвизовой зоне. И второй момент, можно прилететь на самолете в Минск, и без визы, и без всяких приглашений, и без пропусков находиться на территории Беларуси 30 дней. Сегодня туристам из-за рубежа интересны многие направления туристической индустрии Брещины. Общее историческое наследие, спортивное направление, агротуризм. В последнее время акцент на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание. Гости отмечают высокий уровень и качество обслуживания, а также достаточно приемлемые цены. Это наша совместная история, замки, дворцы и достопримечательности исторические. Второе направление – это санатории. И уже часть поляков сюда приезжают лечиться, отдыхать в санаториях, потому что у вас обслуживание в санаториях дешевле, чем в Польше. И это бизнес прежде всего. Есть смысл развивать дальше и такой рекреационный туризм, то есть это сплав байдарками по рекам, озерам, и велотуризм, и другие направления. Я думаю, что опираясь на эти четыре пункта, четыре основы, будет много поляков, которые захочут сюда приехать, в связывную зону и познакомиться с Белоруссией. Активно в области медицинского туризма работает компания «Ладе». Современное оборудование, новые методики в лечении и профилактике, высококвалифицированные специалисты – залог успеха медицинского центра. Цифры зарубежных пациентов, обращающихся в «Ладе», высокие, отзывы еще выше. Многие клиники Крыма еще не стоят на таком профессиональном уровне, как клиника «Ладе». Абсолютно все медицинские работники были профессиональны, квалифицированы, начиная от медсестры, заканчивая анестезиологом, и, естественно, целую ручки хирургу. Есть за что. Агро-экотуризм. Белорусские усадьбы, их колориты, обряды и традиции. Историческое наследие Брещины, Косовский замок, усадьба Немцевичи, Ружанский замок – это то, что интересно польскому туристу. Это нужно рекламировать, об этом необходимо говорить. Мы не пытаемся только вариться в собственную соку, и поэтому выставки, которые проходят с польской стороны, и совсем недавно в Варшаве было, и форумы, и в Люблине, и в других регионах, мы активно участвуем. И за последнее время наше участие, ну, скажем, стало на порядок выше. И прежде всего это для того, чтобы мы показали свою привлекательность. Мы уже 20 лет занимаемся отправкой в Беларусь. Но, вот, например, вот эта программа, все равно какие-то новинки у нас есть. Поэтому мне интересно то, что новое можно предложить, то, что новое можно посмотреть. Агроусадьбы, то есть, чтобы можно было использовать для нового направления. Теперь, если кто-то хочет посмотреть Беларусь, ну, есть аэропорт, можно лететь в Минск, можно целый месяц, можно планировать так трассу, что это уже не будет таким препятствием. Итогом встречи стало подписание меморандума о долгосрочном сотрудничестве между Палатой туризма Республики Польша и Брестским облсполкомом. Меморандум – это предварительный документ, такой протокол о намерениях, для того, чтобы мы после этого рекламного тура, значит, осмотрелись, встретились, познакомились поближе и подготовили, наверное, такой базис для подписания документа о плодотворном сотрудничестве. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». В конце ноября были подписаны соглашения о развитии и укреплении экономического, торгового и технического сотрудничества, а также о реализации инициатив молодежной политики между администрацией китайского города Байинь и руководством Брестского горесполкома. В центре внимания участников открытого диалога были темы транспортно-логистического сообщения, а также общие проекты в сфере образования и туризма. Сегодня взаимодействие между Брестом и Поднебесной уже имеет реальный эффект. В частности, в январе-сентябре экспорт в КНР составил более 6 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го он вырос на треть. По итогам поездки в Китай в стенах городского исполнительного комитета прошла встреча с представителями ведущих средств массовой информации. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Сегодня отношения Беларуси и Китая развиваются достаточно стремительно, однако 21 век – время точечного взаимодействия. Именно поэтому диалог между странами сегодня активнее реализуется через побратимские отношения регионов. Визит Брестской делегации в город Баинь – это еще одна ступенька установления тесного экономического и социально-культурного взаимодействия. Первый заместитель председателя горосполкома Вадим Кравчук заверил – теперь обоюдная работа будет более эффективной. Город Баинь – это наш город побратим, совсем другие отношения, и уже они были у нас, были на экономическом форуме, они отмечали то, что экономический форум городов побратимов и партнеров города Бреста дал новый виток, они почувствовали, они увидели, они видели непосредственно тех субъектов хозяйств, которые участвовали в выставочной программе, в презентационной программе, именно в презентационной программе. И мы постарались на экономическом форуме своем побратимов и показать работу субъектов хозяйствования, как на самом деле происходит, откуда берется сырье, как изготавливаются продукты. Брест интересен китайской стороне, как серьезный транспортный коридор. Особое внимание – контейнерным перевозкам посредством железнодорожного сообщения. Географическое положение определило Брест как город, связывающий торговые коридоры Запада и Востока. Здесь составы переходят с узкой колеи на широкую. Имеющаяся в областном центре материально-техническая база позволяет реализовать это направление в полной мере. «Шелковый путь мы должны развивать и развиваем в данный момент. Наш транспортно-технический центр, в принципе, и заточен, и был первоначально и построен как железнодорожный порт сухой, и заточен под шелковый путь. Поэтому в городе Ченду, где мы побывали в сухом железнодорожном порту, мы с ними намерены, в принципе, работать, и на прошлой неделе было направлено им предложение». Но крепкие экономические отношения немыслимо без культурного диалога, в частности, между учебными заведениями. Это сотрудничество будет развиваться через систему открытия центров культуры, как в Бресте, так и в Китае. «Наша предварительная договоренность – начать работу над положением таких центров, и затем эти центры создать в городе Бресте, и дальше Баинь или Ченду. Этот вопрос мы уже в ходе, скажем, рабочих каких-то обсуждений решим, но это будет очень важный шаг в направлении сближения, сближения наших городов, сближения в широком смысле наших народов. И это, конечно, даст и торгово-экономический эффект, потому что мы станем ближе, на самом деле наша культура, наша история им очень интересна». В перспективе развития туристической составляющей, обмен опытом в сфере образования. В рамках визита Брестская делегация посетила одну из местных китайских школ, где активно развивается робототехника. Причем демонстрации обучения проходят с малых лет. Несмотря на большое расстояние, которое разделяет Брест и Баинь, сегодня они побратимы и имеют все шансы для того, чтобы вместе работать на мировом рынке. Готовить квалифицированные кадры, сотрудничать в вопросах культуры и искусства. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. А сейчас поговорим о воде. Правильнее сказать о ее качестве. Все знают, что вода – это источник жизни и энергии. Без нее невозможно существование ни одного организма в природе. Как говорят ученые, человек должен выпивать не менее двух литров чистой воды в день. И с этим, пожалуй, тяжело не согласиться. Но можно поспорить лишь по поводу ее качества. Одни предпочитают бутилированную, другие – отфильтрованную, а третьи и вовсе не прочь утолить жажду прямо из-под крана. Кто прав, кто виноват? В качестве и составе водопроводной воды разбиралась Мирослава Коваленко. Здесь, в лаборатории коммунального предприятия «Водоканал» осуществляют контроль качества воды ежедневно. Объектом внимания специалистов становится несколько критериев – физико-химические, микробиологические и радиологические. Мониторинг проходит на всех этапах – от подземных источников до выхода к потребителю. Отбор проб воды на выпусках с водозаборов производится ежедневно. Также отбирается вода на распределительной сети города Бреста по заявке цеха водопровода на выпусках жилых домов и на договорной основе для физических лиц и организации города Бреста. На сегодняшний день все проб воды на выпусках с водозаборов соответствуют требованиям санитарных норм и правил, действующих в Республике Беларусь. Лаборатория наша аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, оснащена необходимыми ресурсами, оборудованием, персоналом. Основные показатели контроля – это железо, радиация, сульфаты, хлориды. Кроме того, анализируется жесткость, мутность, запах, вкус, цветность. Кстати, за последние годы все показатели значительно улучшились благодаря модернизации систем водозабора. За 2016-2018 годы у нас проведена модернизация водозаборов. Краевский, Муховецкий, Северный водозабор в части замены фильтрующей загрузки. У нас по показателям железа качество воды улучшилось. У нас по показателям 23-26 мг на литр доходило до 0,3 мг на литр, то есть до предельно допустимой концентрации. Это основные мероприятия, которые мы провели. Далее регулярно мы проводим профилактические промывки, занимаемся собственными силами замены участка сетей аварийных, у которых уже вышел срок эксплуатации. Как говорят специалисты водоканала, вода из подземных источников города течет идеального качества. Проблемы с цветом, запахом и мутностью возникают на выходе из водопроводного крана по одной причине – изношенности труб. И устранение этой проблемы – задача ЖРЭУ. В том числе ухудшение качества воды возможно из-за аварии на электросетях, из-за чего отключаются полосительно-насосные агрегаты в центральных тепловых пунктах, на полосительных насосных станциях. Соответственно, это сопровождается гидроударами, отключением водоснабжения. И в последующем, когда включаются, могут быть срывы отложений железистых, что это сразу же поступает нашему потребителю. Контроль за качеством воды государственного уровня осуществляется Центром гигиены и эпидемиологии. Принцип работы этих специалистов аналогичен. Вот только масштабы работы гораздо шире все объекты водоснабжения области. Кроме контрольно-надзорных мероприятий, мы еще и расследуем жалобы на качество воды, то есть выходим на место, порой даже и с ними, или с ЖРЭУ, и выясняем причины несоответствия качеству воды. Но кроме водоканала, еще у нас есть один водозабор барановической дистанции водоснабжения санитарно-технических устройств. Это водозабор «Восточный», то есть шестой в городе. За ними такой же контроль установлен. И помимо организаций, которые эксплуатируют водозаборные сооружения, водопроводные сети, производственный контроль, также качество воды осуществляют и объекты нашего надзора. Например, беззначимые объекты предприятия, пищевой промышленности. У них тоже своя система контроля. Помимо того, что городская вода, которая поступает к ним, они еще контролируют качество воды в своих сетях, на выходе, скажем. За истекший период года в Зональный центр гигиены и эпидемиологии поступило 28 обращений граждан с жалобой на качество водопроводной воды в жилом фонде. Проблемы существуют в центральной части города, районе Киевка и Заводском районе. Причина – в изношенности труб. Потому происходит вторичное загрязнение воды в сетях. Контроль за качеством осуществляется также и лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В среднем где-то 20-30 проб. Бывает больше, бывает меньше воды, которая поступает к нам из распредсети, колодцы. Вода бывает централизованная, децентрализованная. По заявкам анализ. Анализ бывает краткий, где делается только органолептика и железо, как правило. Бывает более развернутый анализ. Мы определяем порядка 40 показателей в воде. Соответственно, и длительность анализа бывает разная. От часа до двух суток, допустим, трех суток. В этой лаборатории с нарушениями качества водопроводной воды практически не сталкиваются. А вот вода из колодцев здесь не выдерживает проверки. Каждая вторая проба выдает повышенный уровень нитратов в два, а то и в три раза. Вот только заказчик не всегда доверяет полученным результатам. Благородный голубоватый отлив воды для человека становится более весомым аргументом. Потому специалисты предупреждают, вода, богатая нитратами, опасна для жизни. Эти элементы не выводятся из организма. В отличие от колодезной воды, водопроводную пить не только можно, но и нужно. Причем прямо из-под крана, утверждают эксперты. У нас вода подается по всем районам надлежащего качества в соответствии с санитарными нормами. У нас подземные источники. Артезианская вода мы добываем с глубины 200-300 метров. Только лишь характеризуется превышением железа. Во всех остальных показателях по органолептике, по физико-химическим показателям у нас норма. Поэтому мы рекомендуем городу Бресту пить и получать удовольствие от питьевой воды. Она самая лучшая у нас в республике Беларусь. Пить или не пить – вот в чем вопрос. В народе есть масса споров на эту тему. О страсти разгораются пожарче шекспировских. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А против мнения специалистов аргументы вряд ли найдутся. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ. На текущей неделе Брестская областная прокуратура отметила красивый юбилей – 80 лет. Праздничное мероприятие проходило в новом здании, которое было построено в рамках подготовки города к тысячелетию. Этот год получился насыщенный юбилеями не только для Бреста, но и для всей области, которой в этом году также исполнилось 80 лет. С какими итогами подошла областная прокуратура к своему девятому десятку и кто из сотрудников был отмечен за кропотливый труд, узнавала Мирослава Коваленко. 4 декабря 1939 года издан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе Белорусской ССР. В данный период была создана и прокуратура Брестской области. Точную дату пока установить не удалось, но эта работа продолжается. Эти и другие интересные факты из 80-летней истории Брестской прокуратуры были показаны в семиминутном фильме, подготовленном специально к круглой дате. В зале присутствовали действующие сотрудники и ветераны службы. Со сцены звучали десятки поздравлений. Первые слова благодарности звучали от заместителя генерального прокурора Республики Беларусь Александра Лашина. Нынешнее поколение прокуроров бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От всей души желаю вам и возглавляемому вами коллективу крепкого здоровья, успеха в нелегком, но благородном деле борьбы с преступностью во имя благополучия и процветания нашей страны и белорусского народа. Органы прокуратуры области вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в регионе. Такое мнение выразил председатель область полкома Анатолий Лис. Также губернатор отметил, что юбилей ведомства встречает с хорошими результатами. Благодаря совместным усилиям правоохранительных государственных органов по укреплению правопорядка только за последние пять лет преступность сократилась на 17%. Достигнуты успехи в предупреждении тяжких, особо тяжких преступлений. Преступности в общественных местах. За пять лет вдвое сократилось число преступлений, связанных с распространением наркотиков. Число убийств и тяжких телесных повреждений у нас меньше, чем в других областях республики. Приятно отметить, что в целом наш регион является благополучным в стране по уровню преступности. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич, отдавший работе в органах прокуратуры Брестской области более 20 лет, назвал эти годы лучшими в жизни с точки зрения приобретения профессионального опыта и человеческого. Прокуратур области, Брестской области, пускай не обижаются на меня коллеги из других регионов, была лучше всегда, такой есть и такой останется. А прокуроры тем более здесь самые лучшие. Я это говорю совершенно истинно. Я вас, уважаемые коллеги, от души поздравляю с этим юбилеем. Я желаю вам крепкого здоровья, мира, профессиональных успехов. Ветеранам желаю точно так же не пропускать ни одно наше общее мероприятие. Слава Богу, что ряды ветеранов остаются одни и те же. Я смотрю, всех узнаю. Лучшие сотрудники органов прокуратуры области были отмечены медалями за безупречную службу, повышением в классных чинах, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. Продолжился праздник музыкальными выступлениями брестских исполнителей. В белорусской армии пополнение. Сегодня в областном центре состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Ритуал прошел на территории Брестской крепости. Уже по традиции именно здесь, на земле Священной Цитадели, проходят такие важные мероприятия. В присутствии представителей местной вертикали власти, своих командиров и родителей, военнослужащие поклялись с честью и достоинством нести службу. Продолжать традиции, заложенные поколением ветеранов, быть верными и преданными вечным идеалам и ценностям белорусского общества. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Платницкой. Еще каких-то несколько недель назад учебные занятия на полигоне и тренировки на территории соединения оказались этим юношам чем-то далеким и неизвестным, как и в принципе военный быт. Время прошло незаметно и сегодня все это стало неотъемлемой частью солдатской жизни. Подъем по расписанию, наведение порядка на территории, проведение теоретических и практических занятий. Позади начальные уроки курса молодого бойца. Впереди непростая, но очень интересная солдатская жизнь. Служить полтора года, эмоции положительные, пошел служить по стопам отца. Все отличается, отличается порядок, научились стрелять уже, проводятся тактические подготовки. В январе я закончил Белорусский национально-технический университет. По образованию я инженер-проектировщик, проработал буквально до осени, до ноября месяца и затем пришла повестка и призвали в армию. Сразу попросился в пограничные войска, так как считаю, что это престижно и достойно настоящего мужчины. И вот он настал волнительный момент, момент принятия военной присяги. В присутствии родных и близких на площади церемониалов каждый из этих вчерашних мальчишек дал клятву верно и преданно служить своему отечеству. Молодое пополнение Брестского гарнизона – это более 1100 солдат. Конечно, сегодня у меня присутствует ностальгия, потому что 7 лет я был начальником гарнизона и каждые полгода сотни наших молодых людей мы провожали здесь для принятия военной присяги, напутствовали и отправляли на будущие службы в вооруженных силах. Много поколений уже молодых людей отслужило. Многие вспоминают свою службу с честью, достоинством. Принятие присяги здесь, вот именно на героической земле, оно откладывает особый отпечаток у каждого молодого человека. Поэтому это и торжественно, и величественно, и для родителей, и для нашего молодого поколения. Сегодня наши молодые солдаты принимают клятву на верность нашей Родины. Это они будут защищать нашу страну, они будут свято чтить и продолжать традиции, заложенные нашими отцами и дедами в годы лихолетия. Я думаю, что сегодня Брестская крепость увидела прекрасных молодых людей, патриотов своего отечества, которые с чувством гордости принимают клятву на верность Родины. Сегодня здесь, в гарнизоне, проходит это мероприятие с участием всех родов войск и служб. Здесь не только десантники, и пограничники, и рэбовцы, и связисты, но здесь мы показываем, что мы вместе в едином строю готовы защитить свою родину. Волнителем ожидания присяги было для военнослужащих всех подразделений гарнизона, поэтому слова торжественного обещания проходили через каждое сердце, которое в этот момент билось как-то по-особенному. Высказать слова на пустые военнослужащим в этот день пришли представители вертикали власти области и города. Воинские соединения Брестского гарнизона имеют славные боевые традиции, чему подтверждение боевые ордена на их знамена. И я думаю, что вы, молодое пополнение наших воинских частей, продолжите эти традиции и будете защищать нашу родину профессионально и достойно. Сегодня пришло достойное молодое пополнение. Из 1117 молодых бойцов 30% имеют высшее образование. Боевая учеба, участие в международных стратегических мероприятиях, соревнованиях и конкурсах – все это впереди. А пока за внешней маской непоколебимости и серьезности новобранцев переполняют особые эмоции. Ведь после окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправятся в первое в их жизни увольнение. Анастасия Ноздрин, Тлотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на Абук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если вы отникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Уже готовимся к встрече Нового года. До празднования осталось не так уж много – 17 дней. Приближаются праздники. Предновогодние дни – время волшебства для взрослых и детей. Кажется, весь мир настроился на эту волну. Мне очень нравится это ощущение, когда веришь в исполнение желаний, веришь в чудеса и сказку. Я Виталий Матюшин. С вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова